Что беспокоит вас? У меня поясница болит. Как сильно болит ваша поясница? Заснуть я не могу. Если не приму, болеутоляющий. Скажите, как давно болит ваша поясница? Неделю. Неделю. Когда вы начали лечение? Ну, если говорить о приеме препаратов, то только сегодня ночью. Только сегодня ночью. О приеме препаратов. А что вы пытались делать, если кроме препаратов? Мне предлагали знакомые тепло, грелку, либо собачий пояс. Но я такие методы не использую. Пояс из собачьей шерсти? Да, пояс из собачьей шерсти. Но я не знаю, можно греть или нельзя, поэтому решила не рисковать. Я пробовала еще норафен. Норафен. Норафен вы пробовали с первого дня боли? Или сейчас начали? Наверное, первый день нет. Может быть, на второй, третий. Я еще пробовала растяжку делать, потому что было ощущение, что, возможно, там просто защемило, и я пыталась тянуть позвоночник и тянуть именно зону поясницы. Скажите, а вы лежали, когда у вас болело, или старались двигаться, или максимально в постельный режим? Нет, я продолжала свой обычный образ жизни. Просто когда я в покое, я тогда прям чувствую. Вот я сейчас сижу и чувствую, как эта боль в левой части, поясница локализованная, она немножко отдает в ягодицу. И дальше, если начну двигаться, я могу чувствовать, как она уходит в ногу куда-нибудь. Понятно. Вы принимали норафен. А сколько, какая кратность приема препарата была? То есть в течение дня? Сколько таблеток вы принимали? Ну, я попробовала одну таблетку, она не сработала, поэтому дальше не стала продолжать норафен. Норафен. И дальше что вы? Дальше была глупая надежда на то, что, может, оно само как-нибудь рассосется. Оно не рассосалось, и просто уже сегодня ночью, я поняла, что я не могу заснуть от этой неприятности, то есть она не интенсивная, но она тянущая, она не дает успокоиться уму. И я подумала, ксифакам рапид мне в помощь, и действительно, минут через 10 он подействовал, и я уснула. Я вам сейчас дам лист бумаги. Скажите, пожалуйста, и вот я нарисую прямую от нуля до десяти, вы видите, в начале ноль, а в конце десять, точка стоит указана, да? Ноль баллов – это когда боли совсем нет, десять баллов – это когда боль очень сильная, страшная боль. Я вас попрошу указать интенсивность вашей боли, насколько она вас беспокоит, насколько баллов из десяти. Ну, вот смотрите, в течение дня я бы сказала, что это на тройку. Я чувствую, но не. А когда период покоя, то я бы сказала, что это, наверное, на семь. Не по интенсивности боли, а по тому, как она меня раздражает. Понятно. Спасибо. Мы сейчас поговорили с пациентом в отношении классической традиционной боли в пояснице. И обратите внимание, что человек начал принимать лекарства не с самого первого дня, когда начала испытывать эту боль. Вопрос – как делать правильно? Очень часто любой из нас, испытывающий боль, пытается прибегать к саму лечению, а иногда вообще ничего не делает в надежде на то, что все само рассосется, все само пройдет. Это первая ошибка. Ошибка человека, что боль можно потерпеть. Так вот, моя рекомендация – не стоит этого делать. Вот ошибка «боль можно потерпеть» приводит к тому, что она становится хронической. Тот период, когда мы испытываем острую боль, а острая боль – это до трех месяцев, свыше трех месяцев мы уже боль называем хронической болью. И, кстати, все современные рекомендации говорят о том, что хроническая боль – это самостоятельное заболевание, которое требует намного больше усилий, чем мы смогли бы применить вначале несколько препаратов и снять ее. То есть, первый вывод – боль надо убирать. Боль надо купировать, пока она острая. И максимально делать это быстро в первые дни, в первые недели от того момента, когда вы испытываете боль. Теперь следующее. Пациентка попробовала разные препараты. Назывался «Нурофен», назывался другой препарат. Если мы откроем инструкцию к препарату, что я рекомендую каждому из вас делать, посмотрите, пожалуйста, какое действующее вещество. Ведь нурофен на самом деле – это тот же самый ибупрофен. И порой я слышу от своих пациентов слова «Я пробовал нурофен, он мне не помог, попробовал ибупрофен, он мне тоже не помог, и пришлось идти ко врачу». Ну, кстати, самая первая рекомендация – вместо самолечения заниматься, чтобы таблетки пить, надо прийти к врачу, чтобы он выбрал определенную тактику лечения. Почему? Я об этом говорю. Дело в том, что нурофен, то бишь ибупрофен, лароноксикам – это разные виды нестероидных противовоспалительных средств. Нестероидные противовоспалительные средства почему так называются? Потому что они отличаются от гормонов, стероидных противовоспалительных средств. И давным-давно принят классический алгоритм – не надо сразу хвататься за гормоны, можно использовать нестероидные противовоспалительные средства. Но их множество. И надо четко понимать, что они отличаются друг от друга. Второй очень важный момент. Сум, квикви, каждому свое. Каждому из вас поможет свой вариант нестероидных противовоспалительных средств. И это не значит, что, скажем, ивопрофен плохой, деклофенак лучше, коксибы прекрасный препарат, или напроксен еще лучше препарат. Каждому свое. Дело в том, что каждый является ответчиком на свой класс препаратов. Давайте попробуем разобраться, в чем здесь суть. И почему нестероидные противовоспалительные средства могут принести и пользу, и вред. Скажите, пожалуйста, а вот боль, видите, это не первый раз вы испытываете? Раньше вас беспокоила, возможно, головная боль, может, груди болела, спина, может быть, известными месячными процессами. Вы тоже принимали безболивающие препараты? Конечно, обезболивающие препараты. Они вам всегда помогали? И что вам помогало лучше всего? Нет, не всегда. Головная боль, которая связана с циклом, от нее ничего не помогает. Когда мигрень была, раньше, до того, как я попробовала монокланольные антитила, вообще ни один препарат не брал. Или если все-таки брали трептаны, то, соответственно, с сильной побочкой, поэтому просто не хотелось их принимать. Я думаю, вы можете меня поменять, потому что если очень сильно болит голова, ты принимаешь препарат, он в первые часы усиливает эту боль. Она и так прям разрывает голову, а тут ты выпиваешь, становится еще хуже, только потом отпускает. Поэтому отчасти я не сразу начала пить обезболивающие, потому что у меня вот такой импринт на принятие обезболивающих, что может стать хуже. Пациентка говорит о том, что она пробовала принимать разные обезболивающие, именно так она называет их, эти средства, от разных типов боли. Я могу сказать, что для каждого типа боли есть свой вариант лечения. У нас есть на эту тему выпуски на YouTube-канале, где мы обсуждаем разные типы боли. Есть ноцицептивная, так называемая, боль, которую испытывает наша пациентка, и в этом случае работают нестероидные противовоспалительные средства. Есть боль нейропатическая, и при ней будут работать уже антиконвульсанты, и НПВС, нестероидные противовоспалительные средства, не работают совершенно. Где-то мы вынуждены принимать антидепрессанты. Да-да, при боли тоже используют антидепрессанты. Вы можете найти в наших клинических разборах упоминание о том, что и при так называемой дисфункциональной, а проще говоря, психогенной боли, мы используем не нестероидные противовоспалительные средства, а антидепрессанты. Теперь вернемся к обезболивающим. Кто-то использует парацетамол, кто-то использует деклофенак, кто-то китопрофен, а кто-то напроксен. Что лучше? И в каждом отдельном случае я начинаю разговор с того, что обсуждаю с пациентом, что он ранее применял, какой опыт использования нестероидных противовоспалительных средств у него был. Эта фраза обращена к моим коллегам, врачам-неврологам-терапевтам, потому что таким образом мы можем выяснить, на какой класс нестероидных противовоспалительных средств отвечает наш пациент. И мы должны разобраться. Следующее. А как правильно ли он принимал препараты? То есть кратность приема лекарства соблюдалась или нет? И очень важный вопрос. Дозировка препарата. И, наконец, а как принимает препарат наш пациент? Делают ему укол? Может быть, он таблетку пьет или мажет себе на кожу крем? Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о препаратах. А как вы их принимали? Делали, может быть, уколы или таблетки пили? Ну, кстати, да. Я ходила, когда у меня была сильная головная боль, конкретно, которая, как выяснилось, была связана с циклом, я приходила, и мне делали укол кетонала. Бытует мнение, что должно было сразу помочь, там, 10 минут, может быть, 15, но боль начинала снижаться часа через два, через три. А потом я заметила, что даже если я не буду делать укол, она все равно снижается через два, через три. То есть, это было не связано с препаратом, судя по всему. Понятно. Есть такая позиция. Все нестероидные противовоспалительные средства приблизительно имеют один уровень эффективности. А вот уровень побочных эффектов у них очень разный. И, конечно, кто-то предпочитает и говорит, я использую у своих пациентов препарат Х или ИГРИК и классно они на него отвечают. Но это опыт лично мой или лично ваш. Я обращаюсь к коллегам опять-таки и к пациентам тоже. Мне помогает, часто говорят так, мне помогает норофен, а ибупрофен мне помогает вовсе. Я напомню, что норофен это тот же самый ибупрофен. Посмотрите, всегда смотрите инструкцию по применению препарата и какое действующее вещество там обозначено. Дело в том, что когда мы берем в руки нестероидное противоспалительное средство, мы понимаем, что, например, класс оксикамов, который был назван нашей пациенткой лорноксикам, имеет дополнительные эффекты и влияет еще на ряд рецепторов, что обеспечивает дополнительный обезболивающий компонент. А, скажем, на проксен очень сбалансированно действует на ЦОК-1 и ЦОК-2. Другими словами, есть сбалансированные обезболивающие и противоспалительные средства. А если посмотрим инструкции по применению парацетамола, то мы увидим, что в нем есть жаропонижающие и обезболивающие действия преимущественно. И таким образом мы видим, что профиль действия каждого нестероидного противоспалительного средства очень разный. Но разобраться с этим вам поможет все-таки специалист. Самостоятельно прибегать к выбору определенного НПВП не стоит. Тем более, ряд из них нельзя принимать в зрелом возрасте. И вот здесь очень важный момент. Почему? Перед нами сидит достаточно молодая пациентка и вроде бы у нее нет факторов риска. Почему я говорю достаточно молодая? Потому что уже и в 25, и в 30 лет можно иметь гастрит, о котором не подозревает человек и даже язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. А может быть есть проблема с артериальным давлением. Да-да, и в 30, и в 35 мы можем видеть таких людей, которые страдают от гипертонических кризов. Почему я обозначил эти моменты? Дело в том, что нестероидные противовоспалительные средства, подчеркну, все нестероидные противовоспалительные средства, в той или иной мере действуют и на сердце, и на желудок. То есть они в кавычках обеспечивают так называемые гастропатии, НПВП, ассоциированные гастропатии, они влияют на желудочно-кишечный тракт, неблагоприятно, или проблемы с сердцем, то есть увеличивают риск кардиоваскулярных событий, как говорят врачи-терапевты, неврологи, кардиологи, влияют на сердце, другими словами. Как достичь баланса между эффективностью и безопасностью? Снова повторю, надо прийти к врачу, и врач обязан расспросить своего пациента о факторах риска. Врач должен выяснить, курит ли пациент, нет ли у него гипертонических кризисов, может быть, он страдает от артериальной гипертензии, есть ли у него язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Вот это все является факторами риска, которые могут раскрыться при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли у вас проблемы с желудком, с давлением артериальным, то есть нет ли у вас гастрита, язвенной болезни желудка, не ставили ли вам артериальную гипертензию врачи раньше? По крайней мере, диагностированных точно нет. В детстве когда-то условно у меня был гастрит, но, наверное, если бы он был, я бы чувствовала, когда я ем, нет никаких проблем в остальном. Но когда болела голова, я измеряла давление, с давлением у меня все в порядке. Понятно. То есть мы видим, что наша пациентка не обладает факторами риска. В этом случае мы смело можем назначать ей практически любой нестероидно-противоспалительный препарат. Правда, помятую о том, что развиваться могут осложнения и побочные эффекты у любого человека. Я это подчеркну. Даже у здорового человека, у которого нет факторов риска по желудочно-кишечному тракту, по сердечно-сосудистой системе, могут развиться самые разные осложнения. Есть даже такое понятие фульминантное кровотечение после принятия нестероидного противоспалительного препарата. Об этом тоже надо помнить. А что делать, когда перед нами пациент зрелого возраста? Собственно, зрелый возраст это уже сам по себе отдельный фактор риска. Я могу сказать по себе. Уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к врачам. У каждого из вас наверняка в ваших телефонах, смартфонах или на компьютере есть подборка тестов разнообразных, опросников, которые вы используете в повседневной работе. Есть они и у меня. Среди них так называемая шкала скор. Кстати, наши пациенты, которые нас сейчас слушают и смотрят, тоже могут ее скачать себе и посмотреть, рассчитать эти факторы риска. Что это за факторы риска? Это фактор риска развития фатального события, то бишь смерти, от сердечно-сосудистой проблемы. В течение ближайших 10 лет. Так вот, когда я посчитал свой уровень риска, то он у меня умеренный. О чем это говорит? Мне уже нужно с осмотрительностью принимать нестероидные противовоспалительные средства. Есть специальные таблицы, которые используют врачи для того, чтобы рассчитать риск нежелательных сердечно-сосудистых событий или желудочно-кишечных проблем. Так вот, я не курю, не пью, я более-менее занимаюсь физическими упражнениями, поддерживаю свой вес, слежу за ним. То есть, у меня нет высокого давления, нет пока, слава Богу, каких-то проблем с желудком, но у меня есть один единственный фактор. Это возраст. Мне уже не 20 лет. Я не грущу по этому поводу, но то, что НПВП я должен принимать с осмотрительностью, это так. Другими словами, когда мы говорим об НПВП, использовании этого класса препаратов о пожилых людей, мы должны быть очень осмотрительны. И вы, уважаемые пациенты, всегда посмотрите, еще раз, в пятый раз говорю, кому, каким категориям людей с осторожностью надо использовать тот или иной препарат. Это, кстати, не только про НПВП, про все лекарства можно сказать. Итак, что же делать? Как быть? Зрелого возраста человек должен либо использовать уже класс иной, это коксибы, или напроксен. Это препараты, которые мы используем для того, чтобы снизить соответственно риск желудочно-кишечных осложнений или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ну, например, напроксен используется как практически единственный класс препаратов для пациентов, испытывающих боль, которым нужны НПВП, но надо принимать их с большой осторожностью и практически единственным вариантом это может служить напроксен. А коксибы используются могут чаще у пациентов, у которых есть риск желудочно-кишечных событий и у него язва желудка в анамзе или гастрит. Вот в этом случае мы используем уже коксибы. Как много, да? Как много вариантов. Я думаю, на слух это трудно воспринимается, особенно нашим пациентам, не обладающим медицинским образованием. Еще раз, в пятый раз говорю, придите к врачу. Именно он должен выбрать тот единственный безопасный эффективный препарат, который вам поможет. но и это еще не все. Наша пациентка сказала, что она пробовала делать уколы. И вот это очень важный момент. Врачи знают, наши люди любят уколы, уколы и капельницы. И вот я вижу в назначениях тот или иной препарат номером 10 внутри попочного, внутри мышечного. Раз, другой, третий. И вот уже пациент известное место потирает, оно все в шишках, вся ягодица. Уважаемые мои слушатели и зрители, я должен открыть вам страшную тайну. На самом деле, что сейчас есть масса препаратов, которые мы принимаем пероз, мы глотаем в таблетках, в порошках, и начинают они действовать очень быстро. Уже 20 минут, 15-20 минут, и все, препарат заработал. То же самое вы получите, когда вы внутримышечно сделаете тот или иной укол. И вера, святая вера в то, что укол помогает лучше, она связана во многом с плацебо. Да, я тоже использую инъекционные формы, особенно в случаях, когда боль очень сильная. И рекомендации, они так и гласят. Первые несколько дней, 3-4, ну 5 дней мы делаем уколы, а потом переводим человека на таблетированные препараты. Но если он спокойно относится к таблеткам, то можно сразу начинать с таблеток. Ошибка очень многих моих пациентов. Они считают, что если он сделает укол, намажет себе гель с нестероидным противоспалительным средством на кожу, или он использует ректальные свечи, ну часто это делают у детей, что он таким образом спасет свой желудок от проблем из-за принятия нестероидного противоспалительного средства. Ничего подобного. Важно. НПВП, нестероидное противоспалительное средство, действует системно. То есть, другими словами, мажете ли вы на кожу, делаете ли вы себе укол, глотаете ли эту таблетку, или вводите препарат через прямую кишку, без разницы. Он работает системно на весь организм. Более того, современные препараты сделаны таким образом. Есть определенные лекарственные формы в капсулах, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, растворяются именно там, где им нужно, для того, чтобы оказать максимально быстрый и эффективный вариант действия, и безопасный в том числе. Есть капсула с последовательным растворением, для того, чтобы можно было получить этот эффект. Это уже давным-давно придумано. Итак, резюме. Предпочтительно использование таблеток. Почему? Если вы берете в руки шприц, то велика опасность инфильтрата, или, может быть, даже занести инфекцию. Ну и просто физически больно и неприятно. И дело не в том, что, ага, мне очень больно от укола, и значит действие будет препарата очень мощное и сильное. Ничего подобного. На эту тему сделано множество исследований, и мои коллеги наверняка знают об эффектах плацебо. Этот эффект тоже есть, когда мы вводим препарат внутри вена, капельно, внутри мышечно, или даем таблетку. И даже цвет, даже цвет, уважаем зрители, капсулы, таблетки, имеет значение. Если она белая, то она будет менее эффективна, чем, скажем, синяя или ярко-красная. На эту тему есть масса очень интересных научных исследований. И еще у каждого препарата есть определенная кратность. То есть мы принимаем лекарственные средства либо один раз в день, либо два раза в день, либо три раза в день. Кратность и доза. Чаще всего препараты, в том числе и НПВП, принимаются три раза в день. Но существуют лекарственные средства, которые принимаются либо однократно, скажем, утром, либо два раза в день. С чем это связано? Дело в том, что период полувыведения каждого лекарства очень разный. И когда мы используем однократный вариант, то в этом случае концентрация препарата поднялась и держится в крови практически 24 часа. Дократное введение препарата. Это значит препарат имеет более короткий вариант полувведения, но 12 часов его концентрация в крови достаточно высокая. Чаще всего мы сталкиваемся с использованием препаратов три раза в день. Значит, каждые 8 часов мы должны обеспечить достаточную концентрацию в крови лекарственного средства. Ну и наконец доза. Я вспоминаю свою пациентку, которая принимала назначенные мои лекарственные средства и вернулась и говорит Эдуард Закирзианович, не помогло ваше лекарство совершенно, вот ну никак не сняло боль. Мне хватило ума и догадливости спросить ее, а какой вы конкретно препарат принимали, покажите мне, пожалуйста. Дело в том, что в аптеке, кстати, у нас на YouTube канале есть отдельный фильм расследования, что делают порой в аптеках с назначениями врача, когда выписан рецепт и с этим рецептом пациент приходит в аптеку, а там ему меняют лекарства. Почему это происходит? Посмотрите на YouTube канале Путь Таблетки. Так вот, когда я посмотрел на ту упаковку, которую протянул мне пациентка, жаловавшись на то, что эффективность моего в лечении была ноль, я ахнул, потому что в аптеке ей поменяли на более дешевый препарат с дозой в два раза меньше, чем я назначил ей. Это был, кстати, напроксен. Там есть разные варианты напроксенов. Так вот, я назначил дозу 550 миллиграммов, а ей дали в аптеке в два раза меньше. Вот вам и ответ, почему этот препарат не сработал. Будьте, пожалуйста, внимательны. Будьте внимательны и вы, уважаемые зрители, и вы, уважаемые коллеги, когда вы проверяете, что принимает ваш пациент. Скажите, пожалуйста, а как появилась ваша боль, каковы обстоятельства? Ну, у меня была специфичная практика с сильным мышечным напряжением всего тела и с движениями. И вот на следующий день, наверное, я почувствовала неприятную боль в пояснице. И вот поэтому я не сразу принимала препарат, потому что мне показалось, что, наверное, просто где-нибудь что-нибудь защемило, сейчас я попробую порастягиваться и отпустит. Скажите, а чувство мышечного напряжения вы продолжаете испытывать? Ну, в шее, да, продолжаю, а там мне тяжело определить, потому что вот это это мы будем смотреть с вами, конечно. И вот мы выяснили еще очень важный момент. Ведь боль это не одномерное понятие. Боль любого человека это и физические, кстати, и психологические ощущения, мы об этом очень много говорили ранее, но пациентка сказала о мышечном спазме. И я должен уточнить еще очень важную позицию. Кроме НПВП мы можем принимать и дополнительные препараты. Я имею всех, и я, испытывающий боль, и моя пациентка, и вы, уважаемые коллеги. Это могут быть мерилоксанты. Мы можем добавить эти препараты для того, чтобы снять мышечный спазм и улучшить обезболивание. А кому-то помогут витамины, которые давно уже используются как аналогетические средства. И на эту тему у нас тоже на YouTube-канале есть отдельные ролики. Будьте, пожалуйста, внимательны. Но не только НПВП, не только мерилоксанты и витамины помогают нам справиться с болью. На нашем YouTube-канале вы можете найти выпуски, посвященные медитации. Медитации за 5 минут, как себя улучшить за 5 минут. Но кроме этого у нас есть отдельный онлайн-курс Медитера. И почему я об этом говорю? Дело в том, что доказано, именно доказано с научной точки зрения, что медитация помогает нам улучшить себя и избавиться от боли в том числе. Дело в том, что многочисленные научные исследования показали, что медитация помогает нам избавиться от боли, улучшить наш сон, убрать тревогу, депрессию. Но самое главное, она помогает нам изменить себя, изменить свой мозг. На эту тему, повторяю, есть отдельный онлайн-курс, отдельные выпуски у нас на YouTube-канале, которые вы, пожалуйста, посмотрите. Они вам помогут при самых разных сложных житейских обстоятельствах. Итак, вроде бы простая обыденная боль в пояснице, вроде бы простой путь решения проблемы, обезболивающие средства. Но вы видите, вы слышите, как много вариантов лечения. Какой выбрать? Это вопрос врача и пациента. Какой выбрать, чтобы принести максимальную пользу, достичь максимальной эффективности, при этом соблюдая безопасность. И, кстати, уважаемые зрители, в описании к этому ролику вы можете найти все ресурсы, где мы можем встретиться. Это и профиль моей клиники, и мой профиль, и не связанные с медициной проекты, которые вы можете найти в социальных сетях, в частности, и АМИ. Есть такая сеть, которая заканчивается на АМИ. Будьте внимательны и берегите себя. Помните, что любое средство может быть как ядом, так и средством для выздоровления. Все дело в количестве, в дозах. Но еще все дело в знаниях.